ПЕСНЯ ПЕСНЯ Господи Божий, Боже, благослови нас на эти занятия, открою наши сердца к принятию Божественного Писания. Помоги нам все это исполнить, а не быть только слушателями. Аминь. Аминь. ПЕСНЯ Я без вас никуда. Тихо. Сейчас, но я эту, я книгу забыл взять. Пожертвовать. ПЕСНЯ Оттуда позначили, где остановились? ПЕСНЯ 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 И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Толкование блаженного филакта. ПЕСНЯ И прежде они смело проповедовали, теперь же еще больше в виде меня смело проповедующих, хотя я и в узах. ПЕСНЯ Ибо когда они увидели меня в узах, то еще больше почувствовали ревность в проповеди. ПЕСНЯ А так как Павлу казалось слишком сильным сказать, я их воодушевил, то прибавят в Господе. ПЕСНЯ Итак, если находящиеся близко к моим узам не смущаются, но восприемляют больше дерзновения, то тем более прилично это вам. ПЕСНЯ Вот надо спросить у тех, кто вы сидели в тюрьме, кто такой может подтвердить из сидящих, я не знаю кто там. ПЕСНЯ А в Творе нету человека. Которые более смело пошли, вот этот, подняк Яковлевик. ПЕСНЯ 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 Ибо на него дело сразу завели. ПЕСНЯ Отец Венадий Пасон как-то так выразился, ну тоже его втрепать начали. А здесь прям сразу уголовное дело и против него. ПЕСНЯ Уже простые это люди. Вот она жила у нас в Бахланово, Антонина Георгиевна. Ее выбросили. Муж привел другую жену, а ее через топор выкинул. Четверо детей осталось. И на его стороне все. И она, сколько у меня было, но речь идет о тысячах. Там, сколько было, через Златоугусе 12-го жития. Никто не прослушал, что я насчитал. Она все прослушала. Что интересно, в жиломой квартире у нас, это от храма два дома. Надежда Васильевна попросила, потому что это один храм был здесь в окрестностях. В близких городах не было. Все приезжали, а кто ночевать негде на вокзал. Я купил квартиру. И она там была. Людей принимала. Ее никто не видел в спешке ни разу. Она в том месте, как видите, делает все вещи, катает. И все слушает. Руки-то свободные. И мозги, если заняты. И она на суде все говорила. Ее никто уже не трогал. А оттуда, ко мне же прилетали там баптисты. Но это такие люди. Смелые. А православные, я не знаю на кого. Вот один определенный уголовное дело завели. Я-то в этом не нуждался. Но люди ободрились. Дескать, человек сидит, а нас никто не трогает. Да что нам бояться-то? Это было. Прямо разговор. Ну и прокурор сиделся. На заметку брал. Прокурор с тубровой, такие в брови, как у Брежнева. Я еще не вернулся с лагерью. Он уже умер. Все. Следователь совсем. Ну и в средних лет тогда умер. Я на свободе, их никого нету. В камере когда сидели, вот этот главный рыбак, мам-то Север Владимир Леонид Рапанович. И преподаватель второй группы космонавтов, которые на динамике. Обоих нигде нет. Видишь как? А у них все в руках есть. Все. У меня ничего нет. А как посмотрят, все есть. Комментарии. Игнатий Лапкин. Такая ситуация в России во время разгола НГВД была даже немыслима. И опять же, вина священников в том, что они не приучили свою пасту любить Библию и проповедь. Какая-то согрешила. Я согрешила там. Что она? О священнии говорит. Вот Кремль где? Стены. А на коленях? Проползи. Там три раза или столько. Она, бабка, и пошла, и ползет со стен. Посмотрят. Сразу звонок. Они говорят, сразу забрали. Что делаешь-то? Батюшка сказал. И тебе такая. Вокруг Кремля. Ползком. Я не знаю, что с батюшкой это было. Можно было и так спустить. А сегодня, хоть что, говорят. Но не все, а то, что я военные операции не затрагиваю. А сейчас приняли закон. Недавно. Я вчера прочитал, что я сравниваю. Но, говорю, что Гитлера лучше Салина был. Статья. Говорить нельзя. А я так говорю, давай садитесь рядом и пишите. Пишите. Люди сидят, я говорю, пишите. По порядку. Так. В России. Придев к власти Сталин. Как поступил с церквами? Сколько закрыл? Ты понимаешь? Тысячи закрыты. Священников сколько расстрелял? Теперь Гитлер сколько закрыл? Нуль. Сколько расстрелял священников? Нуль. Ну и одно с другим-то сравним. Разница есть? Даже казаки были. Охрана, границы и прочее. Как полностью весь слой срезал. А у Гитлера были такие? У него таких не было казаков, но тоже была охрана. Сколько? Никого. Ну Рэма тронул, потому что он думал его самого убить. И вот так по порядку. Начинаешь говорить это? Так. Скажи, вот дружинка сельского хозяйства. Сталин трогал? Ну раскулачивались. Потерял. Какая тут деревушка? Это семь человек, семь хозяйств. Полностью сослали всех. Вот была она здесь у нас. Ты захватил ее? Нет? Вот так. Ну все. Сколько Гитлеру-то? Нигде сразу только помогал. В России-то они пришли на государство, которое одно из самых высокоразвитых было. А там пришел на развалины. Еще нету. После первой мировой. И всех поднял. Вот показывают, когда вы там все на митингах, где женщины там 90% желали от него ребенка. Они видят. Все тянулись руками. Сталина никто нигде не видел. Оттуда сидел как сыщи. Я не хвалю никак. Тут просто сидят люди. Вот офисно-профессорабы, историки. Подправьте меня. Может неправильно. Это получается так. Ну Гитлер хоть раз сказал не жалеть людей и прочее. Нет. Но как же вы говорили? А как говорили? Маршал Победы кто? Жуков Георгий Константинович. Так? Когда брали... Там нету человека надо было убить. Уже все. Война заканчивалась. Нет 2 мая надо закончить. 450 тысяч положили только в Берлине. 450. Ничего. Бабы новых выражают. Это не Гитлер. Это Сатана. Как это бабы выражают? А дуба вы еще раз нарожают. Это комар какой-то или где. И вот не надо говорить. Надо хорошо говорить. Ну лучше молчать тогда. Тогда взбивайте вы. А вас заберут за это. Но об этом не надо думать. Заберут. Смерть не ходит, не спрашивает. Махнула косой. Нет никого. Да. Пошли. Филиппийцам 1 глав 15 стих. Некоторые правда по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Толкование. После того, как Павел был схвачен, многие из числа неверных стали проповедовать Христа, желая этим возбудить Нерона к большему гневу, чтобы он как можно скорее умерти у Павла, так как через него проповедь распространяется повсюду. Это и значит слово «по зависти и любопрению». Или же «потому что стали проповедовать Христа, что хотели сами получить честь и отнять что-нибудь от моей славы». Другие же, говорит, проповедовали Христа с добрым расположением, то есть без лицемерия и истина. Вот обратился человек к суде, ты говоришь, комбониры выходят сразу, обед такой, в клетку опять тебя сажают, решетка, ну и там, я один сидел там. Вот суд идет, там человек пять-шесть, камер-то большая, никого нету, солдаты тоже обедают, а у меня ни одна минута, что меня не отпускают. Я сижу, один, и напротив меня такой, вот они русские, все время стоит. Все время, мне натравить вот тут какая-то опасность надо. А здесь так, вот так водили у Бабтиста Рановой, а он не молчал. Он с охранником, когда бьют его в камеру, вот из суда он разговаривает, и солдат обратился. Так вот теперь вначале посмотрите, какой был человек, защитник Родины. Это через него прошло, статья была там 190, его сразу, в два раза больше 70-й руках. Вот это Павел говорит. Которые люди обратятся, показать, что они через него обратились. А обратились, это уже они не друзья коммунизма, они его строить не будут. И поэтому статья другая. Ну, что тогда было, так и это. А народ смотрел, мало того, обратился, наложница его обратилась, так свидетельствует. Филиппийцам 1 глава 16 стих. «Одни по любопрению проповедов Христа, нечисто, думаю увеличить чажесть вкус моих, толкование. То есть не искренне, не ради самого блага. Думаю тем самым подвергнуть меня большей опасности и приложить печаль к печали. Но не удастся ему этого ухищрения, потому что проповедь через это становится славнее. И моя радость увеличится через это. Видишь ли, что доброе дело не следует делать без доброго расположения. И что возможно не только не получить награды, но и подвергнуться наказанию». Вот Николай Буйко об этом пишет, это тоже, опять же, не с православными. Как были свечи, как обратился. Обратился, когда помирал. Плен был, комсомолец. А обращение какое там. И он говорил, сколько у него, 46 килограмм без плотыка. Совсем нет. Ну и где работали, там пошел по нужде. Бумажку лежит, он взял, раскрутил ее. Там у ЧНШ написано. И обращение было. Вообще и туалетную бумажку, которая в детстве уже была. Ну, можете зарядить. Его очень не знают. Он после... Вот эта... Власть кончилась. Он говорит, поехал в Германию. У тебя места, где был. Вот. Надо искренне. Только ради того, что есть. А? Братишко. Да свои-то там готовые. А Павел говорит, как бы не проповедовали. Люди проповедовали. Слово Божие прорастет. Я тоже вставлю. 15-17. Да. Это он сам-то в тюрьме сидит, когда пишет. Что это? Узно. Сравнивать даже близко не приходится. Как сейчас и я, как и когда. Пошли. Филиппийцам 1-18 стих. А другие из любви, зная, что я поставлю защищать проповедование, толкование, то есть другие по любви, как к Богу, так и ко мне, проповедуют Евангелие, зная, что я должен отдать отчет в проповеди. И ради этого содействуют мне в этом деле. Ибо если многие пристанут к моей проповеди, то мне легко будет защищать благорестование. Таким образом они содействуют мне, научая многих. Хоть что делали, чтобы проповедь распространялась. Павел об этом говорит. Они мне содействуют в этом. А вот такое, такое, там, это... Никто в интернете где попадает. Они расширяют. Человеку никогда нет. Я вижу, нападают. Прям пишет. Нападают. Я начала искать. И на вас наткнулась. А вот все как остальное, как кто смехнул. И мы сейчас ничего в интернете не смотрим. Только ваши эти... А они... Те двои-то они думали вот показать. Показать этому... Ну... Которые против говорят. Вы с ума сошли? Что же вы делаете-то? Там с такими словами. Вот так все. А он думает, вот я сказал, у Бога все по-другому. И слова, которые они направляли. А он им... Ну, Каяпус сказал. Не думайте, что лучше одному берет за всех. И пророчеством оказалось. А он какой пророк-то? Пророк. Вот это такое дело. Мы сейчас подновляем память. Ты сегодня за так. А завтра в один момент все одним. Перечаснули. У тебя еще нету. И все возняли. Выбросили. Это первое. Китай придет, он разговаривать не будет. Ну, а дальше... Как проповедовать или не проповедовать? Говорите, не говорите. Батюшка, когда был в этой... Ну... Когда его там где-то там или Заблудзывали, или что-то... Австралия. И там пересадка где-то в Китае, кажется. Батюшка говорит, один. Иду, как счищало какое. Никому. Никому я не нужен. Мужа еще пойдет. Два ли идут. Подожди. Батюшка, благословик. Тут так, говорит, интересно. Гонконг или что-то такое-то. Ну, видно, подумаешь. Батюшка, можно мне деньги дать? У него у батюшки доллары сразу. Своих русских нашли. Да не нашли. Они сами вышли. Где-то тоже были на заработках. Вот так. А так батюшка пошел. А кому говорить-то? У меня было в Вашингтоне. Я в аэропорту был. И узнали, что я в России. Ко мне подошли и говорили, мы вот едем на Иркутск. А вы не знаете, как потеряют по проехать? В Вашингтоне многомиллионный город. И потеряют и спрашивают. Ну. А там против, если кто-то говорит, не отборат. Если он, по-разуму, человеку не будет принимать это. Против. А Вы что сделали для этого? Еще нет. Вот. Комментарии Игнатия Лапкина. Христиане двадцать первого века. Мысленно перенеситесь в церковь города Филиппы. Вписались ли Вы с Вашим духовным багажом и знаниями в ту церковь, или, как киноверцы и обрядоверцы, выглядели бы белой вороны среди них? Ну, так. Ты спереди первого христианта. Обратите нам по елизме. Как бы выглядело это? Вы православные христиане. Можете ли усвоить это послание лично к себе, что оно написано к Вам? Можете ли сказать, что толкование этого места блаженного Филакта относится лично к Вам? То есть, вы по любви как к Богу, так и к Павлу проповедуете Евангелие, зная, что он должен отдать отчет в проповеди. И ради этого содействуйте ему в этом деле. Слушайте, пастыри и посолные, грозные слова, какие подзвучат на страшном суде, когда Бог потребует дать отчет в проповеди. Православные, примите эти слова в свое сердце. Неподходный судья будет спрашивать лично с каждого. И там уже не оправдаемся тем, что батюшки нас не учили. Каждому надлежит отдать отчет в проповеди Грозному судью. А отчет в проповеди, какое отношение в Ваше было? Вот приехали, которые, вот этого, Геннадия Тряковлева. Они куда-то поехали. А кто-то в Рижске, в Атвии сказали, у нас тут знакомый где-то живет, православный, проповедует, прямо говорит о смерти в жизни. А ты знаешь, как было? Ну его привезли. Он побыл в аренке, и с ними дальше не поехал. А мы, говорит, ехали на поле, там комбайн, убираем его. В нем остановился. Там Евангелие, тогда трудно было достать. Видите, как они стараются. И они, баптисты, его ко мне в дом привезли. И от самого мы привезли. Другие. И оба остались тут. Один стал смещенником, а второй, яромонахом, убили, которого голову отрезали. Они приехали похвалиться, что знают вот такое-то, такое-то. А один пишет там, где-то из Чикаго, Америка. Где они меня на коту? Ой, как проповедуют. Это наше время. А потом где-то я сказал, что баптисты, это не церковь. А то он говорит, так противно сейчас стало, ничего не смотрю. Это было. Она же в Пензе приехала, когда всех к нам. Господь пророка Илью послал. Это на меня. Амарик Апоэр говорит, гнилое бревно. А то по одному все характеристики пишут. Ни то, ни другое. Я люблю Господа, все это. А уж как могу. Филиппийцам 1 глава 18 стих. Но что до того, как бы не проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Толкование. Что говорит, много говорит. Или зачем мне заботиться о том, так или иначе, притворно, то есть по зависти и лицемерию или искренне проповедовать Христа. Основываясь на этом, некоторые неразумные заключили, что Павел дал начало ереси. Потому что, говорят они, пусть бы кто не проповедовал только бы о Христе. Это не составляет никакого различия. Но обратите внимание. Во-первых, апостол не сказал, пусть проповедуют Христа, как будто он постановляет закон. Но проповедуется, указывая на совершившееся событие. Затем, хотя бы он не сказал это в виде узаконения, все-таки он через это не открыл бы доступ к ересям. Как же это? Поскольку те, о которых он говорит, не ввели в ложное учение, но проповедовали истинно, хотя неправильно и не с истинным намерением. Еретики же по преимуществу проповедуют не истинное, а превратное и ложное учение. Да, кроме того, и цель имеют превратную. Они делают это для того, чтобы причинить мне печаль. А я радуюсь тому, что Христос через это больше проповедуется. И если они впредь будут совершать это, то я буду радоваться еще более. Видишь ли, как козни дьявола уничтожают его самого? Ну вот, просто возьми для себя так. Павел это говорит, я только договорился к каждому. Мысль вот так, смотри, как-то можно развернуть это. Как бы я там поступил? Вот я там был, так-то там, так-то, а мог и не так. Вот сейчас вот даже сектанты, которые проповедуют, если они правильно говорят о Христе, это уже можно порадоваться. А если ложное учение вносит, тогда уже да. Мы как раз являемся свидетелями этого времени. Люди, которые благодать призывающие, благодать обращающие и благодать освящающие. Освящающие – это священство, таинство. Нету. И говорить ей не приходится. Вот она приезжала здесь. Приезжал здесь, я не знаю, Илюшкин отец Сергея укажется звать. Я спрашиваю, Библию ты читаешь? Он в этой комнате сидел. Да, читаю. А кто Библию перевел на русский язык? Не может сказать. Я еще один вопрос задал. Господь говорит, я с вами? С кем с вами? Баттистами? С православными? Он ни на него вопрос не может ответить. Но он пришел, отсидел. Где все? Настолкнули его туда. Какой он растет? Что он будет? Будет герой или головорез. А у него с детства занудлено это понятие «работать», «по совести». По лицу просто человек это видно сразу. А тем более, если ты общался. Почему? Никто не спрашивает. Фотографию, где вот в интернете выставляют, когда где-то там, ну лицо. А здесь так, кто жидали, кто обнял ее. Ясно, что ты ее любишь. Что это? Зачем показывать, как ты обнимаешься? Главное, твоя фотография, на которую смотрят люди, которые выходят на ваши ресурсы. И сколько я ни говорил, убрал, ни убрал. Вот у нас сейчас, которое наше Содружество во свете Библии, навек только дали, сразу все убрали. Как платки надеть, там, мужчины бороду, ни один не бреют. Правила. Здесь ничего, никаких правил нет. В галстуке. Вот отец твой в галстуке. Никогда не было. А тут сказали, видимо, тогда еще, когда в хорошем состоянии было. Я говорю, а зачем? А что? Что плохо? То есть, вспомни собачье сердце, как он погладит, так красиво. А на кухне-то еще там лезешь в бухарке, то хорошо пахнет. Ну, шарик. Здесь вот на уровне и это не идет. Все безбороды. Безбороды – это свидетельство, что ты безбожник. Ты же протестуешь против Бога. Он не понимает. Он на зале сидит, моргает, если бы потом разговаривался. Кто он будет? Брать? Сварь? Молодой человек, не пьяница, ничего. Остальное все как мир. И вот показывает, хаисты поют, женщины. Все деспотка, да, нои? Ну, так поете песнопение, сосарную, проханную, хорошее. Ну, как-то где-то. Мужчины стоят, бритые, все в галстуках. Ну, мирские совершенно люди. Ну, а какая разница? Ну, если разница, зачем ты поделаешься к ним? Ты знаешь, что такое галстук? Галстук. Галстук – шея, а тук – платок. Кто сделал? Масоны. Это масонский знак. Вот они все время, смотрите, президенты, все в галстуках. А потом бывает такое-то, там перечислять его, без галстука. Это означает, он может говорить что угодно, это его счастное имение. Остальное время – да. А если галстук снял? Галстук снял? Галстук снял, верхнюю кугольца обязательно расстегнуть. Ну, посмотрите. Это устав масонский. Вы, если стоят все их братья там, кто с гитарами, кто щеб, все расстегнуты. А то же масонский выход. Против всех, и на ножах готово пойти. И говорить вам абсолютно бесполезно. Он не слышит, он сразу меня блокирует. Почему они у вас, женщины, без плотков? Если без плотков, то они никогда не молятся. А если молятся, она должна быть покрыта. А покрыта в Патроновском соборе, эти харисы, вот так вот. Ну, прозрачно. Просто вот так накинуты. Ну, вот такая лента на голову. И все. К нам претензий никаких нет. У нас строго, и которые приходят, сразу ему дают ознакомиться с этим мамой. Мы говорим, ну, кто на наших присутствиях был, тот знает. Ну, а как с ними? Никак свидетельствовать, говорить. А там они и принимать то не будут. Поют хорошее песнопение, да, все как надо. Мало того, показано, что есть женщина в брюках. И ни одна, ни две. И вот он с микрофоном там по этому. Как подиумы у него подняты, где вышли. И вот туда-сюда подняты. Ни одного слова нету, чтобы мертвый из Евангелия было святое. Опять новая какая-то септа показывает. До горизонта, на улице где-то стоят и все люди. Речь идет о регионах. Пошли дальше. Филиппийцам 1.19. И познаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Толкование. Что это? То, что через вражду и ревность по отношению ко мне пропасть слова возрастает. Обратив внимание на смирно-мудрие апостола Павла. Своими вещественными и добрыми делами он уже заслужил спасение. Однако он говорит, если только буду удостоен ваших молитв и через них будет дарован в большем изобилии Дух, в таком случае я получу спасение. Под содействием возьми обиднейшее подаяние и благодати Святого Духа. Толкование сходится. Сейчас мы остановим. Вот я никого еще не встретил, сколько у меня знакомых. Как вы вышли на это? Ну не было. У меня такое желание было с первого дня. В Латвии, и там много было, которые там именники, имя Господня так и все упоминают. Вот как. А другие там во Христе, Христо, Слава Отцу и Сыну во Святом Духе. Во Святом Духе и Святой Духа, это большая разница. Они во Святом Духе, а Духа Святого как бы нет. И вот такие. У меня сразу же мысль пришла. Почему? Один город, местность, и столько разных. Где же правда? А я сидел за столом, а на столе клеетка, и вот такие, ну, расчетчики. Подается она такая. И мне как, вот что значит у Бога избрание. Избрание мне даже повернуть себе, да и уже готового, пожалуйста. И я думаю, это каждая клетка, это годы. Вот такая большая клеетка накрыта. Так, сколько сегодня? В то время было 300, кажется 40 разных наименований. А сегодня 21000. Разные совершенно. Ну и что? Здесь трудно найти. 1930 год. Всего 130 было. Дальше еще я исторически отпаду в библиотеки. Там указывается, сколько, наконец, 5. Ну, 5, это 5. Ну, которые здесь все с вами? С кем с вами? Если он должен в церковь быть, он обязательно есть. Во все дни восхончания века. С кем? Ну, он с кем-то есть. Я распустился, поэтому до первого дня, когда одна, никого больше нету. И теперь мне это толкование нужно достать. Вот рассуждение человека, который, ну, я еще не знаю. Первый раз, скажу, Евангелие, дали этот Новый Завет. Дермантино разжищенный, переплетенный. И ничего нельзя сделать. Внутри меня все думал, где взять? Пошел в церковь. А где батюшка живет? Да вот здесь вот. Я зашел. Батюшка лежит. А что? Окульки везде, женщины. Я говорю, у него Евангелие есть. Было, он пропил его. Что за женщина? Это первый раз. У меня отношение какое. Мне нужно найти толкование. У Бога выверено все. Вот сегодня я об этом говорил. Что за все прославляй Бога. И в это время у нашего корабля что-то с мотором. И сразу назначают. Ехать нужно в Клайпе, в портовый город, но уже в Литве. И набирают. Матросы должны там канаты, на клех закидывать, притягивать, там все и делать. И меня туда судили. Но не моя очередь. Я ничего не говорю. Но я уже знал, что я молюсь. И в это время я оказался в Литве. Первый раз. Первое слово мы знали. Молши у Швец. У них такие круглые как чашки. К стене, а тут прорезано. Это плевать от него. Чтобы пришел и куда-то не плевал. Плевать от него. На уровне головы плюнул. Ну и дальше осталось сказать. Есть верующие? Есть. Но там беспополцы. Те же ходили. Старобрядцы. Такая окладистая борода у него. И работает на стройке. Я говорю, а вы не знаете толкования? Как-то знаю. У нас есть. А кто? Филак, кажется, какой-то болгарский. Видимо, сам-то и не считал. Я говорю, а вы могли бы мне приходить? Да ладно. Понимаете? Если бы я затащился и не поехал туда. Вот отсюда меня в КГБ выдвинуло некуда. Приехал туда. А брат родной. В Москве. Он умер. Шестьдесят лет не дожил. А жена уже больше, наверное, ста лет. О! Как? Ее куда? Остановись. Я в карту. Он увидел, что я живой на разговаривании. Он на меня как попер. Родной брат. На пять лет старше. Брат самый. И меня оттуда пришлось буквально бежать. Куда? А я тогда сидел и по карте так родился. Вспомнил. В армии были у нас ребята с Прибалтики. Эстонцы. Латыши такие высокие. Русоволодцы. Работяги. Мне сильно нравились они. А которые сильные. Они такие. Моя твоя не понимает. Снег кидать. Моя твоя не понимает. А эти все. И я поехал. А так как я уже занимался разными языками. Я понял. Я более в Литвее в Эстонию. Поезд идет на Ригу. И я уже дорогой доставил учебник латышского языка. Вот до этого. Что я самостоятельно. А в школе языка не было. Вот это все. Бог меня уже ведет туда. Три с половиной месяца прошло. Я с ними разговаривал уже. А они националисты. Нацисты такие. Они вот ему куда идти. Он покажет тебя вот так. Куда тебе идти. Я с ними разговаривал. Я не знаю за стол куда высосить. Какие добрые люди. А там 20 лет живет. Ни одного слова не знаю. Одно слово как. Как это вероизмерение рыбы. Не думай о как. Вот какое дело. И вот у Бога все вымерено где-то. На чем Бог поймал меня. Потому что я любил бабушек. И у меня же они сидят, просят такие. Я старался каждый раз что-то подать. И только на берег сошел. Бабка идет. Ну Господь же ее подсунуто. С сумками идет. Как раз то что надо. Я сумки за брухи. Баба Геова смотрится. Так вот тут какой-то крест. Это как раз где я обращаюсь. Я обращался не у них в собрание. Это мы с Баптистами на Беременной 50-х. Языки говорят. Вот одно к одному. Но Бог за грани подготовил дорожку. К любому событию к этому. И теперь когда до дело дошло. Вот где первое. И вот этот который там. Я его по миле не знал наверное никогда. Корабль на ремонте. Я свободно могу ходить. Ремонтировать на заводе. А у него две девушки. Я люблю чтобы коса была. А они вот такие косы возле их. А я сижу и никому они в комнате зайдут. Другой там пройдут мимо. Я даже. А он у него какие-то планы имел. Так до того хорошо. Меня принял и рассказывает. Я вижу такой. Я скорее домой записывать. Записывать. До 24 главы Матвея. Толкование записал. Все. Ну вот это же новый завет. Вот я жаждал. И никого у него никогда не было. И вот книга может одна на весь город на республику была. Ко мне. И теперь. Теперь я только даю. Где же продление. Где продление. Теперь я еду туда. В Волгограде живу. В Пельце. Подвигаюсь к Новосибирску. А тут сразу нашлось. Теперь я дальше продолжаю. А потом все это уже будет моя машинка. Все отпечатаю. И по ней веду занятия в университетах. А пришло время. Все это издаю. Даже вообразить нельзя. Два или три у меня уже издания вышли. Вот. Письма православия тысячи было. Второе три. А вот эту издали пять тысяч. И вот вчера я получил письмо от одного Иванкова. К Чам-Чема. Такая фамилия. Чехославия. Чехия. Не Чехославия. Это, видимо, разделенное. Чехия. Сфотографировал с нашей книгой «Епитство православия». И вот. Вы мне вот ответьте. Как это вот. Ну, такие вопросы задали. Грея. А у меня все за то. Я сразу скопировал. Вот туда скинул. И тут же благодарность. Ну. До одного шага у Бога выверено все. Вот я. Креенка. Мне послужила. Хоть он. Мысль какая. Каждая креенка. Вот. А раз он совсем осенит, он обязательно пьет. Ни одной клетки не было, чтобы его не было. Но трудно, когда там много. Да? Пятеро. Но у кого? К первому бегу. Один. Вот мне. Понимаешь как? Я на все смотрю. Вот как сегодня вот это. Именно велика милость его. Моего притом ничего там нет. Это Бог. В жизни нормально все. Я живу. И все так. А тут мне уезжать уже надо. А тут уже Новосибирск. А уже Новосибирск еще говорит. Первый парень на деревне. А в деревне новое нет. Филиппийцам 1.20. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем, ни по своему не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью или смертью, толкованием. Уверенностью апостол называют твердую и непоколебимую надежду, которая выражается всем положением головы и уверенным взором. И так говорит, я твердо надеюсь, что буду спасен. Под спасением же нужно разуметь освобождение от жестокости неровного. Как я говорю, избег первой опасности, так точно избег мой и нынешний. Здесь же он научает, чтобы мы не полагались исключительно на молитвы других. Ну и сами нечто привносили. И сами кое-что привносили на молитвы. Я говорю, мы молимся, а вас нет. Каждое утро будет. Это очень серьезно. Если от этого будет зависеть возвращение домой, как будешь жалеть. Вот я иду сейчас, могу не закрывать дом, но знаю, что есть противники там. Не меньше, не больше минуты комнату закрыть на крюще. Что же я думаю, это скорее раз и завтра. Сам себя покорю. Что же поленился. Я потом сразу выгадываю вас. Здесь вы меня. Как и сам Павел, причиной всех благ поставляет свою уверенность. Ибо и пророк говорит, да будет милость твоя Господи над нами, как мы уповаем на тебя. Псалом 32 и 22 стих. И в другом месте, кто верил Господу и был постыжен. Сирахова 2 глава 10 стих. И сам Павел говорит, надежда не постыжает. Римлянам 5 глава 5 стих. То есть не в жизни, потому что проповедую Евангелие не смерти, так как враги не победят. А если бы они и умертвили меня, то и тогда откроется для меня еще более постыдная слава. Но это им не удастся. Они, говорили, думали, что посредством своих поздней вернув меня в опасность и смерть. Но не удастся им это, их усердное старание. Напротив, при всяком дерзновении, то есть явно и непреложно, возвеличится Христос в теле моем. То есть пока я живу и ношу это тело, ибо я не умираю. А чтобы кто-нибудь не сказал, что же, если ты, Павел, умрешь, то Христос, конечно, не возвеличится. Он прибавляет, что и смертью моей Он возвеличится, поскольку Он сделал меня сильнее самой смерти. Но теперь Он пока расслабляется жизнью, ибо Он ее даровал мне, избавил меня от опасности. О смерти же Он говорит не потому, что Он в скором времени должен умереть. Но если это случится, чтобы они не смущались этим, ибо они сильно любили Его. Вот такое послание. Послание любви. Самая такая трудность еще два раза. Первый раз, один раз в Библии говорится два раза слова «радуйтесь» в одном предложении. «Радуйтесь» и еще раз говорю «радуйтесь». «Павел, ну ты посмотри, сколько людей арестовали, тебя нету». «Радуйтесь». Вот я вам рассказываю в своей биографии. Вы у себя взяли, смотрите кое-что. «Ты бы думала, что будешь здесь вот». «Нет». «Все женихри есть в полудыще». Ну, батюшка говорил, когда невеста сказали. «Ночью, днем и днем, и луна на поиске, и жених грядет в полудыще». «Вспомни, как ты пришел, увидел объявление. Так, танцор танцевал, балетные или какие называются. И вот все, кто-то курсов или тот и подсказал, я сейчас не знаю. Сказал, там объявление есть. Это тоже вот все, отростки все идут там. Это у тебя уже предсказано было. Может быть, ни разу не остановился на том, что почему. Если родители не верующие, про бабу говорить не надо. И вот ты сидишь теперь здесь. Идешь, залазишь в кабину, куда перекрестился. Додумала ли ты, что такое получится? Так, спроси попутно. Рекомендацию, батюшки. Я напечатала, надо расписаться. Она напечатала, надо только расписаться им. Ну да, я про это и говорил. Но только скажи ему, скажи, батюшки. Все, я патриархийный. Да можешь написать. Митрополия Алтайская. Мы-то туда не отправимся. Она сразу сажет, если мы там будем. Вот так. А сколько времени пришло? Время-то еще наше. Сорока даме на нас. Филиппийцам 1 глава 21 стих. Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение. Полкование. То есть я живу новой жизнью. И Христос для меня все. И дух, и жизнь, и свет. Под жизнью, разумеется, во-первых, естественная жизнь. Ибо им мы, говорит апостол, живем и движемся. Деяние 17 глава 28 стих. Разумеется, затем жизнь во грехах. Так как когда говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Римлянам 6 глава 2 стих. Разумеется, наконец, вечная жизнь, или жизнь во Христе. Наше жительство, говорит, на небеса. Филиппийцам 3.20. Здесь Павел, конечно, отвергает неестественную, но греховную жизнь. То есть преданную греховной прелести. Он исповедует, что Христос для него жизнь. Как и в другом месте говорит, живу первую в Сына Божие. Галатам 2 глава 20 стих. Говорит, что смерть для него – приобретение. Потому что тогда, говорит, более явно с ним соединюсь. Поэтому доставят мне приобретение те, которые стараются изъять меня из жизни в этом мире. Так как они приведут меня по Христу, который есть в моей жизни. Да. Я знаю, сколько у меня есть людей, которые не просто противники, а желают моей смерти. И когда меня не будет, они, наверное, закажут молебенство до святеля. И еще нельзя сделать. Вот у святых было такое. Послали его увидеть. Он с кинжалом явился. И когда его встретил, больше ничего не было разговора. И у него рыба. Кинжал выпал из рук. И он покаялся. Вот так. У меня были такие угрозы. Серьезные. А почему? Ребятишки брали в вагоне. Я уже жил на холодильнике. В Барнауле. Транспорт идет. И оттуда все вытаскивали. Ну, я их раз-другой там захватил. И стал обоих говорить. Они воруют там виноград, арбузы. То есть небольшое. А большие-то там и холодильники, и ковры, и масло. Все тащили. Я их всех задерживал. И эти ребятишки-то. Ну, там рано стущаться. Я вышел. Вот так вот, примерно, ящики налаженные. Виноград притащили. Мы пришли. Сейчас родители с нами разговаривали. Расскажите. Мы вам принесли. Я говорю. Поезд стоит еще. Первым делом отнесите обратно туда. На место. Заходили. Виноградные ящики. Полные. Вот так вот. Ну, что скажешь. Дети так и понимают. Он сделал добро. Вот. Мы собираемся здесь. Почему? Нас никто не заставляет. По любви. Я вот рассказываю, как к этой, к изданию книги подошел. Это не в один день явилось. Вот, когда я на занятия в университете, АГТУ. Вот. Ваш Терентий закончил его. Так, кажется. Да? Вот. Вот. Но. Я же никогда не думал, что теперь люди приходят. Священника не могли затянуть в старые брядцы. А старые брядцы приходили. Близко знакомые. И они расположены были. А почему вот так вот. Крещение на одном листе. В газете. Вкладыш. Я говорю. Вообще считать. Так надо книжку делать. Как книжку? Я никогда не думал, что я издам хоть одну книгу. Даже Порошинки на это делал. Газету издал. А у них газета АГУ. АГУ. Алтайский государственный университет. Он один был в университете. Наверное, пожалуй. Ну и там Клименко Владимир Федорович. Познакомились. У них 999 тысячи нет. Меньше берут так. А вкладыш я вам говорю. Я сразу заказываю 25 тысяч. И прямо там же в гипографии, где печатают. Я тогда забираю деньги на кон. И все. Он заплатит это. Который печатает. Недаром. Никогда бы я не думал, что тут можно как-то оставляться. Получили это. И сразу говорят. Вот видите. Вы загибаете. Газету так не носят. А складывают. А на этом уже и Богу не дадут. А кто будет корректором? Я говорю. Что это такое? Как сейчас помню. А не двое такие. Да. Мы знакомы были. Блицарь. Ну это вот такое. Никогда не думал. А потом, когда у меня получилось уже листиков этих. Ни один, ни два. Отдельно. Крещение. Покаяние. О сне. В будущем. Там. Вот это все. Соединяемся. Четырнадцать. Четырнадцать. Тем. Это все в истинном православе. Не в истинном православе. К истинному. Вот эта буква К меня спасала всегда. Я указываю только к истинному. Чтобы вы пришли. А то это у вас истина. Тут нигде не написано. Вот все это когда смотришь. И они мне толщок этот дали. И как правило меня толкали очень часто женщины. Алифина Пантелеева. Такая. Знает. Закова я вам. Вот она и говорит. Вы рукой переписываете. А почему бы не печатать? Я говорю. А как? Так машинку достать. А где она? Да мы достанем. Там буква мягкий знак. Вверху была. Меня сразу обнаружили это. Она меня толкала. А теперь я начал уже. Сразу книжечку мне достали. Десятью пальцами. И глядя печатали. В церковь еду. Кто разговаривает. А я ему рукавичкой печатал. Если у меня еще нет. А пальцами. А другие еще пуговицы нашили. Как у баяна. У баяна. И все. У меня пошло дело. Сразу сдвинулось. Это переписывать письма. У меня их куда и мало. А 1200 писем в год посылал. 1200 конвертов. Вот это Бог только может сделать это. Сколько уходило до этого. Печатали. Находили. Капирку. Бумажка тонкая такая. Бумага была. Как папиросная. Семь. Но последняя уже туманная. И сразу находится еще один человек. Ксения Степановна. Там одна была. Она проводительская работа. Вот как Галя Загуляева сейчас работает. Ну у нас куда-то поезд ходил. Выходит. Вот только выходит на перо. Твоё подруги сразу. НКВД и всё. Допрос. Вы почему так говорили? Которая с ней. Ой, нет. Ей надо было подруги свои. Она говорит. Она такие слова говорила. Плохо, что Гитлер не пришел. Я бы вышла замуж за немецкого офицера. Она так так. Она всю жизнь детственница. Она так и не вышла. Да я не говорила. Как не говорили. Они такая-то. Она сказала. Ну она сказала. Почему я не знаю. У меня не друзей. Мужчин никого нету. Она склонна была к этому. Десять лет. Вот времена были. Десять лет. И она там была. Познакомилась с пятидесятниками. И обратилась. А потом с нами познакомилась. Пришла в православие. Ну до того хорошая женщина. До того ревностная. Прямо. Ну. Человек святой. И она мне говорит. Вот вы сами даете через нее. Переплетали. Чтобы я там напечатаю. Надо переплести. А она знает кого. Да вы сами-то переплетать-то не научитесь. Я говорю. Моя книжку достану. Так. Мама подтолкнула меня в печати. А это. Из меня такой. Получилось. Я не просто теперь переплетаю. А реставрирую. Молба пошла. Баптисты тащат. Другие. Вот он лежит. Вот где. Видишь. Покажи. Из-за. Наверное. Вот она как. Крест как выдавляется. Вот. Открой. Покажи. Видишь. Как открывается там. Фальшик какой. Их не отогнешь. Вот он. Вот таких. Я не знаю. Сколько. Но в общей сложности. Примерно. Я перевел. Три тысячи. Это. Можно сказать нельзя. Книги иные. Натащил. Килограмм наверное. Ну сколько. Это. Вы мешали одну на крещене. Баптисты пошли. Тут 50. Меня завалили. И власть. Привозит документы. Допустим. На похороны. А им надо знать. Искать где. Ну. Я не знаю. Какой-то материал был. Где рвать. Так они их выставили. У нас как произведения Ленина стоят. Я по-другому тоже не так. Она лишь каждый листик открывается. Не так что просверлил. Насквозь. Вот откроют она. Откроют по серёгке. Видите как они открываются. Шнуровой метод. Самый прочный. И вот меня это всё время подталкивает надо. И вот Господь как сделал. Я благодарен. Благословил Господи. Все дети в будущее. И вот здесь сороклятцы дали мне толщок. А теперь вот сколько вышло. Они ушли и забыли про это. Нет. Не забыли. Хорошие люди везде есть. Но мы вот здесь собрались теперь. Прославим Господа. Сколько бифы перепьём. Сколько порвано было. Остали в бифе. Не хватает страниц. Я в другой город еду. Вот там это. Спишемся. Что есть такая книга. Кто такой-то. Я. Священник не даёт. Я там сижу. Вручную переписываю. А потом приезжаю. Перепечатываю. Этот листик там вставляю. Её чтобы не заметно было. Реставлировать. Реставлировать. Вернуть первозданное. И вот всё это мне сгодилось. И потом вот везде какие-то люди. Помощники. А эта Ксения там. Всепановна. Она приняла православие. Концы крещения. Милость какая. А её мать. Она слушала. Я с отцом разговаривал. С Анатолием Кузьмичем. А она туда-сюда. Там на кухню. Общая там. Такое. И обратился её отец-мать. У матери. Ей бабушка была. Баптистая. А у него отец и мать пришли православие. А я пешком к ним ходил. Я экономить. Не знаю как. Если пять остановок. Я ещё пешком хожу. А если уже шесть тарвай. Тогда беру билет. Три копейки. И вот я туда-то. Пешком и обратно. Сколько я с ним занимал. Самое место так осталось. А я же к нему приходил. Но они слушали. Сидели. Вот у Бога настолько всё. Вымерено до одного шага. Как они обращаются. Как они стали раскаиваться. Что попали к баптистам. Точнее. Ну. От сына. Сын. Да если он заботился. Всё. Я вот всё вспоминаю. Я не найду ни одного шага. Чтобы им можно. Нельзя было сказать. Велика билла своя Господи. Пешёнка. Перепильцам 1.22. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу. То не знаю. Что избрать. Полкование. Чтобы ты не подумал. Что апостол порицает настоящую жизнь. То говори. Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу. То есть. Хотя я и сказал. Что смерть есть приобретение для меня. Для меня. Но так как и жизнь во плоти не бесполезна для меня. Так как я приношу плоды. Научая. Просвещая всех. То поэтому я не знаю. Что избрать. Здесь. Таким образом. Заграждается уста ее диков. Которые полицают настоящую жизнь. Если она доставляет нам плоды. То значит. Она не есть зло. Поэтому причина зла не сама жизнь. Но воля тех. Которые дурно ею пользуются. Открывая ко мне некоторую тайну. Апостол показывает. Что он сам господин жизни и смерти. Потому что. Если я пожелаю. Говорит. Просить всего у Бога. Он окажет мне эту милость. Отсюда вы. Говорит. Должны получить утешение. Что если я ее убру. То не по злобию врагов. А по устроению. Боже. И как-то все пересчитывает. И видно. У меня кошка-то терялась. И недели не было. И она нашлась. Я теперь на высоте упускание. Кормила. Она только ранее. И вот. Раньше никогда этого не было. А сейчас. Я стал вставать уже не в 4-40. А где-то в 3-20. Маленько чуть пораньше. Где-то. А она в это время. На втором. Ну. У меня там палатик сделал. Прям мне куда-то. Как Ванька Жука писал. Я ей на мордой. Да мне в харь. Тыщет. Головой. Будет. Я. Лег-то поздно. А уже в 3-20. А я никогда не ложусь. Я говорю. Быстрее. Ответи отсюда. Никаких. Бесполезное дело. Понимает. Смотрим тура разница. Уже ложиться и никак нельзя. А она сразу поделась. Опять туда бегла. Вот сейчас. Настоящий момент. Сегодня она меня так же. Выбудила. Она. Вот как пришла. Еще с ней освещилась. Может быть она мне взаимную любовь оказывает. А я о ней работался по улице. И кричу. Черная. Черная. Где ты? Черная. Где она была-то? Во время дождя объявилась. И вся сухая. Я везде. Вот. Володя там сказал. Надо. Кажется. Еще там я полол. Секла. Мне находить-то нельзя. Я не знал даже. Об этом время. Николай Георгиевич говорит. Я говорит. Сейчас был. Там и черная кошка. В пустыне. У вашего дома. Я все бросил. И скорее домой. Работник-то ненадежный. И думаю. Все. Вокруг пошел. Восельный дом нигде. Оказывается. Ваша кошка. Черная. Которая. Она сиганула. И все. Нигде. Нет. Теперь я опять зашлепал сюда. Закончить грядку. А уже когда она пришла. Думаю. Назад. Нигде. Кормить ее. И сразу запираю. Все. Запоры. А до этого она выходила. Где-то там прокопают. А сейчас мы там ремонтировали. Все. Заболили. Она не может выйти нигде. Но будить начала. Я такого не встречал. И так. Глаз стоял. Под руку. И в лестницу. Я вот так руку положил на боку. Вот. Она под руку залезла. И голову. Головой своей мне сует. А потом я пока тут встал. Ну ладно. Думаю. Надо. С улицы начинать. Она на моей же кровати. В углу легла. На постели лежит. Вот. Что это означает? Я по сей день не знаю. И говорит. Господь так сделал. Никогда этого не было. Никогда этого не было. Да я на своей постели. Кошка мне разрешает. А тут. Разрешают. Она смирила меня. Характерный. А у вас сейчас кошки сидят на скамейке рядом с вами. А? Вы за столом сидите и идите. Кошка рядом сидит на скамейке. Его свистят скоро. Ха-ха-ха. Ха-ха. Так. Важные дела у нас. Еще три наши минуты. Еще один. Ну вот во всем надо увидеть. Велика милость Господня. Что бы в твоей жизни не было. Я вот нынче у меня новинка такая. Чтобы выходить ночью. В середине ночи молиться под звездным небом. Всего вышел. Шапку то снял. А капает. Я господи прости. Я отодавлю с улицы. В свою ограду. И на крыльцо. Ну. А когда вот звезды. Я их в спутниках вижу. Но молитву скажу. Не такая как в избе. А в избу захожу. Тогда сразу стоп оклонную молитву. А если это раньше было. Маленько еще охота поспать. Судность опять. Сразу Господи. Дай добрый урожай брату Игорю. Мы всегда молимся и он есть. До вас доходим. Сыновей ваших на руках тащим. И начальствующих расположим. Вот по сей день. Смотри. Чтобы он был. Брат Андрей. Возьми на абордаж. На абордаж. Это корабль идет. Баржа тащит за собой. Вот. Я. С этого края. Начинаю батюшка. Второе. Говорю. А потом. Кто не расположен. Отдельно. Смягчи сердца Господи. Да не помири им это. И так Господь все устроил. Две минуты еще осталось. И всех по порядку. И Любу захватим. Иосифа. Вот это. Говорят, а что вы испытываете? Я не могу сказать что. Ни комнатная молитва. Вот. И сразу вспоминаем разум. Сколько звезд на небе. Сосчитаем. И когда в лунах какая-то. У меня видно. Я становлюсь там. Тень. Чтобы меня нигде не видно было. По тени. От дерева. Вас никогда не забываем. Помни об этом. Мы Никиту. Слово Никита. И Дабыдов. Да. Напоминаем. Так. Вот так. Ну и Глушкова, Максима. Там. Другие. Чтобы Господь их. Чтобы они постоянно. Просит Господи. Каждый день. Чтобы они повторяли про себя. Откровение 13.10. Кто ведет плен. Тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом. Тому самому. Надлежит. Надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Это мы. Чтобы он напоминал Господь. И чтобы он вернул неосверненных чужой кровью. А вы можете чувствовать. Мне вот которые были. Говорят. Мы наверное болились обо мне. В другом месте. Казань. Я говорю болились. Вы когда болитесь. У меня сразу в живот болит. Я говорю. А почему? Не знаю. Экрана так болит. То другое. Я говорю. Значит. Кому-то трудно в животе. Ты начни разбирать. Ни от кого не получал. А человек хороший. Пришел. Сейчас совсем по-другому судит. Ты молился об этом? Молился. Вот которые у нас были. Здесь. Это все люди. Мы познакомились. Итак. Все. 13.00. Песня. 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 Аминь. Продолжение следует...